Всем привет! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. И сегодня я вашему вниманию предложу, ну можно сказать топ, я не считала сколько там, растений, почвопокровных растений, которые можно вырастить из семян. Для чего нам нужны почвопокровные растения? Когда-то мы уже касались слегка этой темы, для того, чтобы заполнить какие-то пространства, посадить на каменистой горке, на подпорной стеночке, между расщелин, между плитками дорожки, потому что ноги устойчивы к вытаптыванию. Ну и они зачастую неприхотливые. Те, которые я вам предлагаю, они совершенно неприхотливые. И без предварительной стратификации вы с успехом их сможете вырастить. Это будет приятно и легко. Давайте приступим. Ну, начнем на букву А. Правда, язык тут можно сломать. Первое растение я вам предлагаю – армерия. Армерия – удивительное растение, совершенно неприхотливое, хорошо зимующее. Ее можно легко посеять из семян. У армерии вообще очень хорошая схожесть. И, казалось бы, такой вот очень красивый цветочек, и что-то в нем должно быть не так. Все в нем так, и все хорошо. И даже природная схожесть у него очень хорошая, если вы соберете свои семена. Когда сеять? Можно посеять в конце февраля, ну и весь март месяц. Армерия хороша тем, что еще цветение, затем у него длится, что не характерно для многолетников, 3-4 месяца, а иногда и дальше растягивается. Образует такие розеточки с темно окрашенной листвой и красивыми на длинных цветоносах шариками соцветиями. Шарики соцветиями могут быть различные окраски, розовые, лиловые, фиолетовые, красноватые, замечательные растения. И затем оно хорошо разрастается само по себе. Следующее растение – аубриета. Сеем ее тоже в марте месяце, можно даже в конце марта посеять. Единственный недостаток – то, что надо посеять ее все-таки в индивидуальные стаканчики, потому что не очень-то она и любит пересадку. После того, как вы ее посеете, пройдет дней 10, и в этот период, если температура будет надлежащая 20-22 градуса, то она зайдет замечательно. И потом вы уже по всем правилам закалите, вынесете в открытый грунт, посадите, и вот там уже начнется буйство. Аубриета заполняет пространство очень быстро, подушковидные кустики образует с различной окраской цветков. Во время цветения весь кустик покрыт абсолютно соцветиями, которые привлекают много насекомых в ваш сад, и выглядит очень нарядно и привлекательно. После цветения не забудьте обрезать, для того, чтобы и растение не страдало, и не выглядело неряшливо, потому что оно будет чувствовать себя, выглядеть так, как будто бы что-то с ним произошло, кто-то его потрепал. Поэтому подстригли его от те цветоносы, и вот уже потом вы можете размножать ее как угодно. Можете делением куста, можете черенковать прямо в открытом грунте, песочка сверху насыпали, пролили, и вперед она замечательно таким образом размножается. Ну, где-то в тенечке, конечно, не на ярком солнце. Следующее растение, которое я вам предложу, это антенария. Антенария, она еще так красиво называется, кошачья лапка, потому что в самом деле ее удивительные соцветия похожи на кошачьи лапки. Есть дикие виды. Антенария, которую мы выращиваем в саду, она имеет различные окраски, образует многочисленные розеточки, и размножается сама потом, когда мы ее уже посадим в открытый грунт своими мелкими розеточками. Иногда семена попадают куда-нибудь в расщелину между плитками, и там она растет, и иногда даже выдерживает какое-то легкое мимолетное вытаптывание, так сказать. Хорошо всходит, без всяких проблем, поэтому в середине, в конце марта посеяли обычным способом, распределили сверху по поверхности. Если смущает то, что семена настолько мелкие, то можно смешать с песочком, смотря сколько их у вас, и распределить равномерно по поверхности, и затем легонечко полить. Когда мы слим мелкие семена, не забывайте, что их сильно заделывать не надо, но я люблю всегда припылить. И потом сверху либо из мягкого мелкого ситечка, из маленькой веечки, либо из распрыскивателя, но поставить ему такой режим, чтобы он не сильная была струя, и не сильный распыл, потому что с воздухом может все это сдуться с нашего горшочка, а сделать такой средний режим, чтобы оно увлажнило, и вместе с влагой втянулись семена в почву нашего горшочка. Конечно, нельзя не упомянуть чабрец, который тоже очень замечательно выращивается из семян. Чабрец всем известное растение, как тот чабрец, который растет на лугах, он тоже выдерживает легкое вытаптывание. И я помню, у бабушки в деревне, когда спасли коров, коровы жевали этот чабрец, распространялся безумный запах, аромат, и даже они были не способны вытаптать чабрец. То есть, садовые сорта имеют различные оттенки львового цвета, розоватого, и встречаются белые, и они заполнят ваше пространство очень быстро. Чабрец еще хорош тем, что выдерживает жаркое место, там, где мало плодородной почвы, растет на песчаных почвах хорошо. Ну и легкий полив, можно даже обойтись и без подкормок, легкий полив ему, конечно, не помешает, он будет только этому рад. Гвоздико-травянка тоже очень привлекательное растение, многочисленные цветочки различных оттенков, привлекают тоже насекомых, ну и, конечно же, наш взгляд. Когда ее посеять? Ее посеять можно в конце марта, можно в начале апреля, но, одним словом, можно сеять до середины апреля, чтобы к моменту, когда мы ее высаживаем в грунт, она уже была окрепшая. А выносим в грунт уже в зависимости от погодных условий сезона. Гвоздика-травянка сходит хорошо, растификация ей не требуется, семена не то чтобы сильно мелкие, но и некрупные. Сеять их легко, потому что они практически черненькие и хорошо видны в наших руках. Следующие растения, о которых я вам хочу рассказать, пригодных к пассиву, ну, не то чтобы они нуждаются в пассиве, и не то чтобы их непременно следует выращивать, но уж очень они хороши. И, допустим, флокс шиловидный, по латыни звучит, субулята, он, конечно, редко размножается семенами, обычно размножаются семенами флокс-селекционеры, те, кто выводит новые сорта, а вдруг вам попадется, то не промахните его так вот, не смахните, а все-таки посеете, потому что уникальное растение, которое тоже образует подушки, цветущие очень длительно, высотой 15 сантиметров, и один кустик флокса шиловидного может достигать размера 50 сантиметров. И хорош еще и тем, что под ним уже нет никакого шанса для роста сорняков. Один раз по весне пропололи и забыли. Замечательно размножается черенкованием, делением кустика, но, как правило, это все-таки приоритет, остается за черенкованием. Для флокса требуется все-таки при посеве семенами стратификация, поэтому либо по зиму, ну, или либо вляски вокруг холодильника. В принципе, это и не сложно, мы уже все с этим сталкивались и не раз. Следующее растение – это молодила. Насчет своих там лечебных всяких качеств в латыни звучит с импервивом, и англичане называют его куры и цыплята. Ну, так вот, мило по-домашнему, потому что многочисленные розеточки, похожие на каменные розы, после того, как она дает цветок, розеточка, она отмирает, это происходит через два года, но при этом образуется большое количество мельчайших розеточек, которые распространяются, заполняют пространство плотненьким-плотненьким ковриком. Иногда даже они зарастают слегка травою, но все равно они живут и растут. И уже потом вы можете их оттуда переносить и куда-то сажать, куда вы считаете вам надо. Выращивать его большого труда не составит. Единственное, сходит он в пределах двух недель, и семена очень мелкие, и выращивать надо в хорошем тепле, создать температуру градусов так 26. Про щитки рассказывать не буду, хотя это очень хорошая группа растений, и все-таки лучше не рисковать, что там они насыпали в пакет. Очень много сортов, которые отличаются и по окраске цветка, и по форме листьев, и по компактности, и по высоте. Ну, это вот уже на ваше усмотрение попадется, сеете, получится. Ну, перехожу к однолитним растениям, которые считаются почвопокровными. Например, вербена тяну из секта, тонко рассеченная. Ну, почвопокровная нам всегда кажется, что это растение, которое вот подушечка там сантиметров 10-15. Нет, почвопокровная может достигать и 25, и 30 сантиметров. Смысл его в том, что у него рост не спадает на землю, стелется, либо ползучие растения. Это почвопокровная. Иногда почвопокровные укореняются в тех местах, там, где они соприкасаются с почвой. Вербена тяну из секта иногда укореняется, но не как правило, в тех местах, где она соприкоснулась с почвой. Но благодаря многочисленным побегам, благодаря многочисленной, тонко рассеченной листве создается такая ажурная шапка, каскад просто на почве. И многочисленные мелкие соцветия, которые собраны, цветочки, которые собраны в соцветия, беспрерывно цветут до самых морозов. Чем она вот и хороша. Вербена тяну из секта имеет хорошую схожесть даже из своих собранных семян. Это вам не вербена гибридная, у которой низкая схожесть собственных семян. Ну и те, которые в продаже, то они там уже, конечно, должны иметь хорошую схожесть. Но вербена тяну из секта сходит замечательно и дружно. Не то, чтобы растянутого времени, как будто бы эта вербена пуэнос-айреская. Та может лежать месяц. Ей нужна сортификация. Еще один интересный вид вербены, это вербена. Она называется специоза, идет под таким названием. Хотя эта вербена гибридная, но это не влияет на красоту. И сорт называется иммаджинейшн. В самом деле иммаджинейшн, темно-фиолетовые соцветия, тоже многочисленные, мельчайшие цветочки. И плодики, которые потом образуются, семена, они поглощаются вот этой многочисленной листвой. И потом даже и не видно, то есть они не портят декоративность от течеры соцветия. И она бесконечно-бесконечно цветет до самых заморозков. Вот это такой большой у нее плюс. Следующее растение, которое буду нахваливать, мало такое распространенное, это горец головчатый. Но теперь он есть в продаже. Еще лет 5 его можно было и не найти. А сейчас, пожалуйста, вам берите, сейте. Хорошо взойдет. Сходы появятся через 10-14 дней при температуре 20-22 градуса. В марте месяце сеем. Ну, это уже нетрудно такую температуру соблюсти. Если будет чуть выше, тоже не страшно. Главное, чтобы не выше 26 градусов, потому что это семена не понравятся, они затормозят свое прорастание. У горцоголовчатого очень красивая, нарядная и необычная листва. Она меняет свою окраску в течение сезона. От насыщенно зеленой, бордовой, размыто розовой. Особый интерес и привлекательный создает наличие на темной листве колиц темного или светлого оттенка. К осени они снова меняют свою окраску. Бордовый цвет становится размытым, теряется в зелени. И при этом он цветет миленькими маленькими шариками соцветиями, потому и головчатый, которые имеют нежно-розовую окраску. Они многочисленные и создают такую нарядную россыпь шариков на поверхности листьев. Все эти почвопокровные растения неприхотливые. В течение сезона очень быстро заполняют пространство. Сеять их приятно, потому что они хорошо сходят. Поэтому желаю вам успехов. Экспериментируйте и поселяйте в своем саду новые растения. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал! Субтитры подогнал «Симон»!